Один из моих любимых фильмов «Храброе сердце» Мэла Гибсона сейчас перерасмысливаю его актуальность. Там великолепно показана борьба за независимость от поработителей и нестребимая жажда свободы. Подобные фильмы вдохновляют непростые времена. Знаете, Мэл Гибс, он очень талантливый человек. Особенно талантливый фильм, конечно, вот этот вот, кажется, апокалипсис он. Нет, не апокалипсис, как он назывался сейчас его? Ну, про, господи, про этих, про Кортеса и завоевание ингской цивилизации, когда человек, осуждённый на смерть ингами, спасается от вторжения куда более ужасной силы. Я не люблю в целом Мэла Гибсона. Так, вы понимаете, я бы понял и «Страсти Христовы», как всё-таки замечательный фильм, хотя он там, как вы понимаете, скорее любуется страстями Христовыми, нежели как-то проживает. Мне вообще кажется, что Мэл Гибсон, да, апокалипсис Мэл Гибсона, да. Мне кажется, что Мэл Гибсон очень талантливый человек, но с той же пустотой внутри. Отсюда алкоголизм, отсюда антисемитизм, отсюда разнообразные эскапады. Но мастерство-то не пропьёшь, профессию-то никуда не денешь. Поэтому вот как бы хорошо он ни работал, как бы замечательно он ни снимал, я его смотрю с глубоким внутренним недоверием. При том, что иногда я любуюсь его профессионализмом. Надо же уметь брать от человека всё самое лучшее. Мне вообще кажется, что, так сказать, Гибсон – человек трагический, мучительно сознающий какую-то свою, ну, не полноценность, недоданность. Как Леонов любил рассказывать сон, как в детстве ему приснилось, что архангел его крестит, но не закончил движение. Вот и Леонов и остался таким недогением. Он много понимал, но человечества ему, на мой взгляд, очень сильно не хватало. Примерно та же история с Гибсоном, при том, что у них совсем другие параметры.